Хотите купить или продать предметы из Рокетлиги? Магазин lolga.com поможет вам в этом. Различные декали, топперы, кейсы и многое другое на любые платформы вы можете найти на lolga.com. При заказе введите промокод HUNTER и вы получите персональную скидку 6%. Ссылка на магазин в описании. Всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами по-прежнему Хантер и сегодня вас ожидает очередной выпуск новостей Рокетлиги. С момента выхода прошлого видео прошло совсем немного времени. Сегодня нас ожидает просто море интересных новостей, которые подготовили для нас разработчики. Что ж, поехали! Будем стараться освещать новости по порядку, в котором это делали разработчики. И первое, о чем стоит сказать, это награды в шестом сезоне. Вполне возможно, что награды мы будем получать сразу же по достижении наградного ранга. Например, достигнув бронзового ранга наград, вам будет незамедлительно выдано наград за бронзу. Однако, это не стопроцентная информация. Также хочется отметить, что если разработчики сделают так, то о наградах за шестой сезон мы узнаем к моменту его начала, а не конца, как обычно, что тоже приятно. Следующая новость касается баннеров. Разработчики поделились тем, как это будет выглядеть в игре, и рассказали, почему именно эта награда будет выдаваться за пятый сезон. Дело в том, что в игре помимо баннеров за ранги будут и другие. То есть, по факту, разработчики вводят новый элемент выделения среди игроков, чтобы вы могли выделиться не только внешним видом машины, но и более очевидным способом. Таким образом, вы сможете сказать всем о том, что вы чемпион, и без установки чемпионских колес. Освобождая тем самым этот слот для колес на ваш вкус. Как видно на скриншоте, вы сможете регулировать цвет баннеров. Правда, я сомневаюсь, что такие операции можно будет проделать с теми баннерами, что выдадут за пятый сезон. Для любителей классики, также останется и дефолтный баннер. Итак, перейдем на страницу обновления, которую подготовили разработчики, чтобы мы могли ознакомиться со всеми нововведениями. Первое, на что хочется обратить внимание, это название и дата релиза. Обновление носит название «Отом», что в переводе на русский означает «осенняя». Запланировано оно на конец сентября, а конкретно на 28 число. В связи с таким названием можно предположить, что в будущем нас ожидают масштабные сезонные обновления, такие как «Зимнее», «Весеннее» и «Летнее». Скорее всего, ранговые сезоны будут длиться до выхода второго такого масштабного обновления. Мне кажется, что седьмой сезон стартует во время летнего. Но это лишь мои догадки. Что будет в итоге, я точно сказать, увы, не могу. Идем дальше и видим, что разработчики пишут о том, что в осень мы отправляемся со стартом шестого сезона, множеством новых и улучшенных функций, а также новых элементов настройки. Что ж, надеемся, что это так и будет. Тут же нам предлагают посмотреть трейлер. Давайте это сделаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, какие-то выводы вы сейчас можете сделать сами, а мы далее подробно рассмотрим каждое из нововведений. И первое, что мы видим далее, это стандартизация и изменение старых карт. Об изменениях Starbase и Wasteland мы с вами говорили в первом выпуске новостей. А также мы видим, что разработчики добавили новые вариации Champions Field, Manfield и DFH. Champions Field у нас появляется в дневной расцветке. Также у нас снежный Manfield и DFH Stadium дневной. Вот это на самом деле самое интересное, что из всего, что мы видим здесь, потому что DFH Stadium у нас используется для проведения турниров. И в каком, скажем так, в какой вариации будет использоваться в нынешнем сезоне DFH, непонятно. Возможно, вполне возможно, что будет использоваться именно дневная. Хотя все мы, конечно же, уже привыкли к обычному DFH на турнирах типа RLCS. Далее мы поговорим о новой карте, это Farmstead, то есть ферма. Сразу же подчеркивается, что эта карта является сезонной и, скорее всего, будет появляться только в осенний период. Это говорит о том, что по окончании осени с зимним обновлением эта карта будет на время выведена из игры. Соответственно, скорее всего, стоит ожидать зимнюю, весеннюю и летнюю карты тоже. Сама карта представляет из себя типичную сферму с множеством грязи. Вокруг стадиона приятные осенние пейзажи в традиционных оранжевых тонах. Едем дальше и видим удивительно приятные новости. Наконец-то мы получим заветные ивенты, за выполнение которых сможем получить декрипторы в переводе расшифровщики, которые бесплатно могут открыть любой, абсолютно любой кейс. По факту, это замена ключа. Не знаю, будет ли возможность их передавать, лично я не вижу в этом никакого смысла. Могли бы просто выдавать ключи. Но, видимо, раз ввели именно декрипторы, то в этом есть какой-то смысл. Сообщается, что ивенты стоит ожидать после старта обновления. Скорее всего, в меню для этого будет выделена отдельная графа. Ну а о каких ивентах идет речь, остается только гадать. Вполне возможно, что это будет что-то вроде «забейте 10 черепашьих голов» или же «получите 5 раз достижение Playmaker». Лично я это вижу как-то так, но это лишь мое представление. Надеюсь, что разработчики придумают нечто более веселое. Далее у нас идет представление нового кейса, который называется «Акселерейтор Крейт». Выглядит он довольно круто и чуть ниже сообщается, что в нем будет новая импортная машина, яркие трейлы, новые взрывы после гола и, конечно же, анимированные колеса. А вот и некоторые новые предметы, которые будут выпадать из кейса. В рарках, помимо обычных декалей, нас снова ждет краска. На этот раз это перламутровый матовый. Выглядит круто, но я думаю, что мало кого заинтересует. В фиолках можно будет найти трейл, именуемый «Хотрокс», что дословно переводится как «Горячие камни». Надеюсь, что он будет выпадать крашеный, ибо от обычного такого я не вижу никакого смысла, ведь есть тот же трейл за ранг золота. Выглядит он, в принципе, идентично. Хотя, может быть, мне кажется. Следующая по качеству вещь – это импорт. И тут для нас подготовили новый буст. Называется он «Пауэршот». Честно говоря, чем-то он мне напоминает «Мэджик Миссайл», который был добавлен в предыдущем кейсе. Буст на самом деле довольно странный и в стандартном виде имеет два цвета. Очень интересно, как будут выглядеть его окрашенные версии. Думаю, что будет меняться один из двух цветов. Скорее всего, красный. На экзотике у нас расположились новые колеса, однако слово «новые» к ним применить довольно сложно, ведь они очень сильно напоминают всем известные пульсусы. Однако в стоке имеют желтый цвет и немного другую анимацию. Что ж, в любом случае это лучше, чем дефолтные пульсусы. Ну и, наконец, «Блэк Маркет». Снова взрывы после гола. На этот раз это такой вот попкорн. Выглядит забавно, но больше я по этому поводу ничего сказать не могу. Остается лишь надеяться, что помимо этого взрыва разработчики добавят также и какую-нибудь «Блэк Маркет» декаль, потому что я лично по ним уже соскучился. Следующая новинка кейса – импортная машина «Джаггер 619 RS». Очередная машина, похожая на реальный гоночный автомобиль. Выглядит она довольно круто. Аналогий проводить можно много с реальностью, но опытных игроков интересует в большинстве своем хитбокс, нежели внешний вид. Об этом всем можно будет сделать вывод уже только после ее тест-драйва. Обещаю, что как только я получу этот автомобиль в свои руки, я обязательно покатаюсь и сделаю обзор на свой канал. Но, как говорят многие игроки, октан – ван лав. Скорее всего, в игре вряд ли появится какая-то машина, способная по своей популярности опередить всеми любимый октанчик. Ну, поживем – увидим. Продолжаем разговор о баннерах. Разработчики дали понять, что они будут видны в меню во время повтора после забитого гола и, конечно же, на экране после игры. Ранее у меня были сомнения по поводу них, ибо я думал, что они как-то запихнут их в таблицу очков. На своих экранах вы можете видеть некоторые из баннеров, которые планируется добавить в игру. Какие-то анимированные, какие-то нет. В очередной раз нам напоминают о старте шестого сезона и наградах, которые выдают за пятый. Такие вот баннеры мы с вами получим уже в ближайшее время. Далее нам показывают полезные изменения. Первое мы с вами уже видели и разбирали в первом выпуске новостей Рокетлиги. Речь идет о прозрачных стенках ворот. Это мы также видели более подробно и в трейлере. Ну а второе нововведение мы видим впервые. В главном меню появится новостная колонка со свежими новостями с официального сайта, вместо стандартной, которая обновляется раз в сотню лет. Что ж, это очень приятно и поможет всем желающим следить за игрой и новостями. Следующее нововведение меня довольно приятно удивило. Разработчики представляют нам новый режим наблюдения за матчем, что довольно сильно позволит увеличить зрелищность прямых трансляций игр. Это бета-версия искусственного интеллекта, который будет управлять камерой и искать самые интересные ракурсы во время матча, а также даже предсказывать сейвы и удары для того, чтобы найти самые удачные углы для зрелищности. Как по мне, это очень круто. Мне кажется, что это все реализовано с помощью нейросети. Краткая справка для тех, кто не знает, что это такое. Искусственная нейронная сеть способна учиться, будто человеческий мозг, и своим строением она его как раз таки и имитирует. Скорее всего, эта сеть еще мало обучена и поэтому находится на стадии бета. Это говорит о том, что с каждым сыгранным матчем ракурсы будут становиться удачнее и круче, пока это все не дойдет до идеала. Но еще раз скажу, что это лишь мои догадки. Возможно, это и не так. Более 90 предметов будет добавлено в игру с этим обновлением. Некоторые из них мы видели в трейлере и можем увидеть сейчас на экране. Что ж, это очень многое. Последнее, о чем нам сообщают разработчики на этой странице, это поддержка локальной сети. Свершилось. Теперь лан-турниры будут так называться не просто так. У игроков, которые будут там играть, теперь будет нулевой пинг. Прямо как во фриплее. Сомневаюсь, что это сильно изменит игру на турнирах, но как минимум теперь не будет никаких технических перерывов из-за проблем с серверами. Это очень радостная новость. Ну и конечно, если у вас дома нет интернета, но есть локальная сеть и пара компьютеров, то вы вполне можете устроить свой домашний турнир. Ну, либо что-то подобное. Добавлять игроков в пати с новым обновлением через окна стима больше не придется. Это приятная новость лично для меня, да я и думаю для всех тех, у кого большой список друзей. Ибо очень тяжело искать в этом большом списке без кнопки поиска, какого-то либо конкретного друга. Я надеюсь, что Psyonix это реализует. Да и переключаться с геймпада на мышку, чтобы кого-то пригласить, не очень-то удобно. Приглашение будет происходить через PsyNet, минуя стим. Скорее всего, это также позволит добавлять в друзья и в пати людей, играющих на Xbox и PlayStation. Это очень круто. Возможно, в скором времени, благодаря этому нововведению, пати с консольщикой и пекарем станут реальностью. Ну и окончательно добить нас Psyonix решили просто ошеломляющей новостью. Больше не придется ждать миллион часов начала следующего раунда турнира на какой-либо турнирной платформе. На том же ESL, например. Из-за того, что кто-то там не подтвердил результат или попросту ушел гулять вместо этого самого турнира. Это все нас минует, потому что турниры интегрируют прямо в игру. Бета-версию обещают сделать до конца 2017 года. В турнирах сможет принять участие абсолютно любой игрок. Более того, игроки смогут создавать свои турниры, указывая наибольший и наименьший ранг для участия. На скриншотах видно, что будет поддерживаться кроссплатформенная игра. Ну и, конечно же, помимо стандартных режимов 1 на 1, 2 на 2 и 3 на 3, вы сможете сыграть также 4 на 4 и, конечно же, добавить абсолютно любые мутаторы, да и вообще все, что захотите в принципе. Единственное, я надеюсь, что сами разработчики будут создавать турниры для игроков с наградами в виде тех же декрипторов. Будут ли какие-то награды за пользовательские турниры, неизвестно, но мне почему-то кажется, что нет, ибо тогда появятся люди, которые будут обузить себе награды, создавая ботов и прочее. Фух, наконец все новости подошли к концу, и я с облегчением могу с вами попрощаться. Делитесь своим мнением по поводу обновления в комментариях, и я очень надеюсь на вашу поддержку лайком, ведь создавая это видео, я трачу уйму времени для того, чтобы вы были в курсе всех новостей. Ну а на этом я с вами прощаюсь, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте, до следующих выпусков, пока-пока.